Старое место, то есть старый город, сначала Чеш, Прасск место, Пражский город, исторический район Праги в районе Прага 1 на правом берегу Волтавы, также включает Стрелецкий остров. Исторически самостоятельное поселение выросло из мелких поселений, которые возникли на важном перекрестке торговых путей между Западом и Востоком и вдоль берега Волтавы еще в VIII веке. В IX веке упоминаются первые христианские постройки, в X веке в Праге уже поселились пружемословичи, уже через столицы здесь была активно развита торговля. Город находился на другом берегу от Пражского града, что давало ей некоторую свободу. Старое место располагалось на низкой территории, в чешской хронике говорится о наводнении 1118 года, которое унесло много домов. В 1158 году был построен Юдитин мост, предшественник Карлова моста, второй мост в Европе, он соединил старое место и малострану. Обычно считается, что в XII веке в Праге были защищены стенами только грады. Отсутствие стен стало особенно опасно, когда в начале XIII века в Центральной Европе был риск нашествия татар. Поэтому Вацлав I повелел обнести города стенами, защитить деревом и камнем, принудить монахов и светских к строительству рвов и валов. Предполагается, что до 1250 года укрепления были закончены. Они были общей длиной 1700 метров и ограничивали территорию в 140 га. В XVIII веке Иосиф II стал воплощать в жизнь многочисленные реформы. За недолгие 10 лет своего правления он успел изменить Прагу коренным образом. Указом 1784 года он повелел объединить пражские города в один. Хлав не место праха, тогда старое место стало Прагой, новое место Прагой-2. Мала страна Прагой-3, Градщины Прагой-Айви. Иосиф II распустил многие церковные институты, средневековые организации, суды. Как орган управления в Праге был назначен магистрат, который стал размещаться в Старомесской ратуши. Для этого ее пришлось частично перестроить. Был уничтожен средневековый зал. Император завел строительные нормы, пожарные нормы. Рекомендовал утверждать проекты с акцентом на прочности и правильности и на примату улиц. Фактически он принес те же мысли, что господствовали при перестройке Праги через сто лет. Критикуются невнимание к исторически ценным объектам, централизация, бюрократизация, факты, обозначения. Старый город прижилось, когда император Карл IV в XIV веке основал новое место. В северо-западной части Старое место, граничащее с Волтавой, расположен пражский еврейский город. Старое место застроилось вокруг огромной рыночной площади. Только спустя почти 300 лет при короле Вацлаве город был обнесен мощной крепостной стеной и получил городские права. На Старомесской площади была построена Старомесская ратуша и башня. На башне были установлены часы и календарь. Чешские короли перенесли сюда свою резиденцию в XV веке. Рядом со Старомесской башней расположена площадь крестоносцев, где был установлен памятник 500-летию основания Пражского университета. В 1556 году монахи и ордена иезуитов построили в Старе месте Клементином учебное заведение, целиком и полностью подчиненное католической церкви. После 1893 года часть средневековых кварталов Старе места была снесена и территории застроены заново. Еврейский квартал вырос в городе в середине XIII века. Евреи жили обособленно от христианского населения, поэтому не могли участвовать в политической жизни города. К тому же часто подвергались погромам. Евреи окончательно получили на чешской земле гражданские и политические права только в 1848 году. В 1850 году Пражское гетто стало одним из кварталов Праги. Ему дали название «Йозефов» в честь австрийского императора Йозефа II, который издал первый указ об уравнивании евреев в правах с местным населением. В ходе расчистки трущоб на переломе XIX веков большинство стоявших здесь старых построек было снесено, а на их месте построены многоэтажные жилые дома. По Целетной улице Старе место походила Королевская дорога достопримечательности. Старомесская площадь являлась важнейшей площадью Королевской Праги. В средние века здесь располагался главный городской рынок. В центре площади находится памятник Яну Гусу Рудольфинам. Дом искусств – здание XIX века с концертным залом, филармонии и картинной галереей. Карлаф мост – самое известное городское сооружение было построено в XIV веке. Мост украшен 30 статуями. Пороховая башня была построена в XV веке и находится в восточной части улицы Целетной. Отсюда начинается королевский маршрут, общественный дом, самое известное пражское здание в стиле модерн, клементинум, монастырский комплекс ордена иезуитов, каролинум, первое здание первого пражского университета.